Программа в теме. Журналисты Радио СФМ о людях, событиях и фактах. Привет! В студии Радио СФМ Александра Мелешко. Сегодня хочу затронуть тему белорусской молодежи. Она в нашей стране креативная и активная. Вот передо мной сидит этому живой пример молодая исполнительница Татарчук Анастасия. Сегодня мы с ней обсудим, насколько тяжело ноунейм-артисту сделать себе имя. Настя, привет! Всем привет! Привет! Расскажи, почему и как увлеклась музыкой? Наверное, с самого детства я ходила на танцы и гимнастику. Но когда мне было семь, мы с мамой сходили на такой проект в качестве зрителя, как я пою. Мне безумно понравилось это, и я решила, что я очень хочу петь. Тогда мама отдала меня в вокальную студию, и уже, получается, с семи я прям так плотненько занимаюсь вокалом. Мне это очень нравится. Это, наверное, сейчас мой основной род деятельности. Плотненько — это насколько много? Сколько в день уделяешь пению? Ну, в день, наверное, часа два как минимум. Я стараюсь сама для себя петь, что-то наигрывать на фортепиано, чтобы более развиваться и какие-то учить новые приемчики. А в чем фишка сейчас твоего творчества? Наверное, в том, что все мои треки, а у меня он пока что только единственный, он направлен на молодежь, то есть на подростков. Я затрагиваю конкретно более какую-то узкую аудиторию и показываю жизнь подростков, скажем, сейчас, что мы не задумываемся обо всем, а живем, как бы, как сказать, одним днем. Настоящим. Вот расскажи, ты молодая белорусская исполнительница. Насколько тяжело сейчас в Беларуси новым нейм-исполнителям сделать себе имя? Ну, да, в Беларуси это сейчас еще не так развито, потому что, особенно для детей, у нас нет каких-то таких больших проектов. Но я думаю, что сейчас, конечно же, все сидят в соцсетях и можно развиваться в Инстаграме, в ТикТоке. Это соцсети, которые сейчас, в основном, ТикТок набирает популярность. И все мы, я думаю, мы там зарегистрированы. Вот. Также мне в моем продвижении помог лейбл Star Music, с которым я заключила договор. Они залили мой трек на социальные, как бы, музыкальные площадки, платформы, на которых сейчас он есть. И также он помогает мне продвигать мою песню. Вот ты сказала про проекты, и мне сразу вспомнился, недавно был проект X-Factor. Почему не участвовала? Ну, наверное, потому что возрастное ограничение 16, а мне еще пока только 14. Ага, все понятно. Но вообще, думаю, что если он будет еще существовать в то время, когда мне будет 16, я обязательно пойду. Потому что, мне кажется, вот даже тот же Никита Белько, который был совсем такой молодой, ему это был такой огромный толчок сейчас, и очень многие знают о нем. Да-да, он у нас скоро презентует свой новый трек, кстати, Крестики-Нолики. А вот расскажи, кому бы в команду хотела попасть, вот если состав наставников останется прежний? Наверное, к Оле Бузовой. Мне очень нравится, как она своих подопечных прям настраивала, она с ними разговаривала, поддерживала их все время. И несмотря на то, что она не находилась в Беларуси, она все равно связывалась с ними и помогала им. А вот расскажи, пробовала уже сама что-то написать, и что из этого вышло? Был опыт, но пока не совсем удачный. У меня получаются в основном такие грустные треки, а я хочу про что-то более... Ну, здравствуйте, 14 лет, почему грустные треки? Не знаю, просто когда подбираешь на фортепиано, оно какое-то все такое грустное звучит, и слова только все какие-то грустные лезут. То есть он как бы есть, но он еще совсем такой живой, то есть не совсем готовый, и из-за этого как бы не хочу его пока презентовать. Отложила пока на полочку? До лучших времен. Расскажи, удалось ли тебе уже что-то заработать на своем творчестве? Насколько это реально у нас? Я думаю, что это все реально, но нужно максимальное развитие, большие прослушивания на площадках. У меня пока что еще заработка своего не было, но я думаю, что все не за горами, и он обязательно будет. На что хочешь потратить свой первый заработок? Не знаю, наверное, я думаю, вложить дальше куда-то, чтобы, возможно, сделать аранжировку для новой песни или же купить новый костюм. Все в творчестве. Да. А скажи, отражаются ли в твоих песнях какие-либо события из жизни? Вот почему они такие грустные, например, твоя песня, которую ты отложила? Не знаю, наверное, как-то мою жизнь я не сильно затрагиваю в песнях. Именно вот, которая у меня вышла, там, возможно, да, то есть я говорю про себя, про подростков, но вот этот трек, который был такой более грустный, он был более обширный, то есть не про меня вообще, в принципе, про людей. Но из-за этого он получился, наверное, грустно, потому что у меня жизнь все время веселая. Это прекрасно слышать. А был ли кто-то, кто влиял на твою манеру исполнения? Какие-то особенные музыканты или в целом деятели искусств, или, может быть, кто-то из близкого окружения? Наверное, чтобы прям влиять на манеру исполнения, нет. Мне очень нравятся многие исполнители, которых я слушаю и беру чуть-чуть от того, от другого. Это, например, Риана или Леди Гага. Гур музыки. Или вот, например, недавно мне очень прям засела в душу песня Михаила Боярского «Все пройдет». Я не знаю, как так получилось, просто я смотрела мультик, и она там в самом конце была. И я вот слушаю ее на репите, мне очень она нравится, правда. Как бы это странно ни звучало. А скажи, заимствуешь только манеру исполнения или образы тоже подсматриваешь какие-то, может, движения даже на сцене? Да, наверное, образы и движения, да. Я всегда, когда ставлю какие-то постановки к номерам, возможно, своим хореографию, вместе с педагогами мы смотрим у каких-то более уже таких популярных звезд, что они делают, чтобы немножечко было это более необычно и как-то так по-крутому. А я напомню, что у нас в гостях молодая белорусская исполнительница Татарчук Анастасия. После короткой музыкальной паузы мы продолжим нашу беседу. Оставайся на Радиус ФМ. Ты слушаешь программу в теме. Журналисты Радиус ФМ о людях, событиях и фактах. Итак, мы снова в эфире, у микрофона Александра Мелешко. В гостях у нас молодая белорусская исполнительница Татарчук Анастасия. И мы сегодня обсуждаем, насколько тяжело отвоевать себе имя на белорусской сцене молодым талантом. Настя, расскажи, на какую аудиторию ориентированы сейчас твои треки? Как я уже говорила, это в основном молодежь, подростки, то есть ближе к моему возрасту, потому что, ну как-то, не знаю, петь для более взрослой аудитории мне как-то еще немножко страшно, потому что я сама еще все это не прочувствовала, не прожила, и сложно говорить о чем-то, чего еще не было в моей жизни. Вот ты знаешь, в Европе молодежь — это люди до 50 лет, по последним данным. Расскажи, на какую молодежь ориентированы твои песни? Вот приблизительно на какой возраст все? Ну, я думаю, наверное, от 13 до 16-17, там уже более такое, от 17 уже девушки, такие более взрослые. А какие темы вот любишь затрагивать в своих песнях? Как неразделенная любовь, там, не знаю, еще что-то, экзамены, НЦТ? Не знаю, наверное, экзамены как-то вообще не трогаю, вообще, это прям вот не мое. Я очень переживаю из-за них, потому что мне сдавать в этом году, но писать про это нет, это мне было бы очень сложно. Наверное, любовь, возможно, но тоже такое еще, я такое еще прям глубокую любовь не переживала, так что об этом еще сложно говорить. Так что, наверное, пока это тусовки, жизнь одним днем, да. Ага, то есть мама уже в курсе, что тусовки ты пережила в своем возрасте. Расскажи, как проходит процесс поиска манеры исполнения для каждой песни? Это вдохновение, какие-то чувственные поиски, долгие раздумья, или вот, не знаю, какое-то вдохновение от просмотра чужих песен, клипов? Наверное, это поиск. Вместе с моим педагогом Татьяной Мороз мы как бы ищем что-то, возможно, у других исполнителей. Каждый раз ты пытаешься как-то по-новому спеть, чтобы позаимствовать что-то и понять, как лучше это звучит. Вот изначально, например, мы хотели петь все в стаккато, то есть более отрывисто, чтобы звучало, но сейчас мы это скомбинировали, и легатта и стаккато, чтобы было более как-то полно звучало. Ничего себе, какие красивые слова. А расскажи еще, пожалуйста, как долго ты работала над своей песней, которая вот вышла? Ну, наверное, начали мы работать над ней в апреле, где-то тогда уже автор Олег Шуцкий, Алин Хит, начал писать ее, и в октябре, наверное, она вышла в свет. Вот, то есть тогда, когда у нас началось написание трека, он его написал, мы начали уже немножечко прорабатывать, потом была конкретно запись в студии тоже несколько раз, чтобы звучало более идеально, скажем, чтобы ближе к идеалу. Ну, наверное, ну вот где-то полгода примерно. А почему выбрала именно этого автора или он выбрал тебя? Мне очень нравятся, какие треки он пишет. Ну, то есть я сама иногда его слушаю, мне нравится, что у него все такое практически позитивное, он берет, то есть он очень легко пишет треки. Насколько я поняла, то, что ему вообще не составляет труда что-то переделать, у него вот как будто, я не знаю, ураган мыслей в голове, и он может вот за пару секунд написать новый трек. Короче, нашли друг друга. А участвовала в каких-то конкурсах или, возможно, планируешь? Ну, мы уже выяснили, X-фактор. А что еще? Ну, так как сейчас я как бы сольный исполнитель, но до этого я очень долго пела в группе. Мы участвовали в очень многих конкурсах, как в Беларуси, так и за рубежом, например, в Киеве или в Вильнюсе тоже. Там мы очень много заработали первых мест. Вот. Мне это очень нравится, но пока как сольный исполнитель я была на маленьком количестве конкурсов, это было уже достаточно давно. Я хочу максимально подготовиться и выложиться уже на максимум. А почему решила развиваться сольно дальше, а не оставаться в группе? Ну, не знаю, как-то мне кажется, мы уже перешагнули такой порог. Мы были со всеми детьми, а сейчас мы уже все как-то более повзрослее, каждый уже хотел развиваться отдельно. И я тоже почувствовала, что, ну, не знаю, хочется мне одной петь, я себя так более лучше чувствую, не зависит ни от кого. А в планах есть славянский базар? Возможно, но у меня тоже. Там же ограничения в возрасте, то есть я уже практически перехожу барьер, то есть я уже взрослее, чем надо. Возможно, если я успею подготовиться за этот год, может быть, но не знаю, не знаю. А расскажи, в планах ли есть у тебя запись клипа? Ну, на какую песню, понятно, а вот как он будет выглядеть, какие-то идеи? Да, конечно, клип уже в сети, его уже залили на YouTube. Если вам интересно, переходите в YouTube, забивайте «Молодые навсегда» Анастасия Татарчук. Вот, клип снимался достаточно тоже долгое время, мы его с ноября снимали. Это тоже, ну, с ноября, где-то с октября. Вот, там у нас было около трех локаций. В клипе принимали участие мои друзья, мои подружки, Саша, Лера, Ульяна. Также балет Романа Ковалева, Миша и Максим. Ничего себе! Вообще, режиссер и автор этого клипа Евгений Федоров. Вот, клип снимался достаточно долго относительно, потому что мы очень долго подбирали локации, чтобы все было очень классно выглядело. Вот, но от самого процесса я очень кайфовала, мне очень нравилось это все. Все проходило очень быстро и выглядит сейчас очень классно, мне очень нравится он. Все, переходим, ставим лайки. Еще расскажи, как называется... «Молодые навсегда» Анастасия Татарчук. Отлично, все перешли, поставили лайки. Расскажи, кто сейчас тебе помогает развиваться в музыкальной сфере? Наверное, это, как всегда, мои родители. Мне очень не хватает, ну, как бы сейчас хватает поддержки от них. Они всегда меня поддерживают в моих начинаниях, подсказывают что-то, помогают всегда. Да, также мой педагог по вокалу Татьяна Мороз, как я уже говорила, в студии искусственного леновка Байс-Помаш, которой я занимаюсь, и директор студии Яна Станкевич. Это люди, которые мне помогают, поддерживают меня, безусловно, участвуют в моем творчестве, и мне это очень помогает. А расскажи, что бы ты изменила в шоу-индустрии, чтобы жить артистом стало проще, да и веселее, в принципе? Наверное, больше вот таких вот конкурсов, как «Голос», который есть в России, в Украине. Я очень надеюсь, что в Беларуси его обязательно сделают. Вот, больше, наверное, конкурсов для детей помладше, то есть вот тот же X-Factor, он 16, то есть более для взрослых. Мне хочется, чтобы для ребят помладше тоже было много сцен, много мест, в которых можно себя проявить. Мне это очень хочется, чтобы было в Беларуси, и я бы обязательно участвовала в всех этих конкурсах. Наверное, все. Да и я бы очень хотела, чтобы вот такие вот исполнители, которые еще не так сильно известны в Беларуси, очень легко поднимались на площадках, чтобы люди слушали их и знали о них. Расскажи, что нужно, на твой взгляд, артисту, чтобы его творческий потенциал беспрерывно развивался и двигался вперед? Наверное, нужно всегда искать свою фишку, то есть не повторять полностью за кем-то, искать свою изюминку, чтобы чувствовать то, что ты делаешь. Когда поешь, нужно понимать, что тебе это правда надо, что ты чувствуешь песни, то есть это, наверное, и что, ну, всегда, в общем, когда ты поешь, нужно понимать, что тебе это нравится, то есть то, что тебя не заставляют, а правда тебе это надо. Не мама там за кулисами кулак держит, давай-давай, бери ноту, а сам, все правильно. Расскажи, вот в заключение такой вопрос, какие планы на ближайшее будущее, как будешь завоевывать себе имя? Я, наверное, надеюсь, что все мои треки станут, которые будут обязательно, станут популярными, будут продвигаться в соцсетях. Я максимально стараюсь сейчас это делать. Будем набирать просмотры, зарабатывать денежки и продвигать дальше свои клипы, песни. Вот, наверное, все. Мы все желаем тебе удачи. Еще раз подскажи, как найти на Ютубе твой клип, чтобы его обязательно оценили пальчиками вверх. Забивайте в Ютубе «Молодые навсегда» Анастасия Татарчук. Смотрите и наслаждайтесь. Вот так вот. На сегодня это все. В гостях у нас была молодая белорусская исполнительница Татарчук Анастасия. Если ты вдруг не успел нас послушать или хочешь получше усвоить какую-то информацию, то видео будет доступно на нашем сайте. С тобой на одной волне сегодня была Александра Милешко. Оставайся на Радиус ФМ и хорошего тебе дня.